Так, друзья, здрасте! Начинаем новое прохождение в игрушке Farm Manager. Очень много вообще споров по поводу этой игры идет, кому-то она нравится. Очень много людей считают, что это вообще редкостное говно. Но я, друзья, уже который раз в нее залип и поэтому решил таки снять прохождение. Подробнее об этой игре уже был ролик, сейчас тут сверху появится такая штучка со ссылочкой на него. Но правда я его, наверное, давно писал, ролик так себе качество. Короче, я решил еще разочек пройти эту игру и на запись. Да, в ней дохренища багов на самом деле и много чего работает не так, как надо, но не знаю. Лично мне она зашла. В общем-то, давайте по сути дела начинать. У меня стоит средний уровень сложности и изначальный баланс 750 тысяч местных денег. В общем-то, с чего мы начнем? Начнем мы, конечно же, с того, что нужно построить дом хозяина, дом фермера. И, наверное, чтобы было прям совсем красиво, я его построю посередине, хоть это и не очень удобно. Запускаем игру, пускай это все дело строится. Можно даже третью скорость поставить. Единственное, надо подвести к нему дорогу, потому что тогда не смогут привезти стройматериалы. Давайте вот так вот и вот так вот. Соответственно, сюда приезжает машинка, привозит стройматериалы. Здесь все строится, все красиво. Не знаю, мне нравится вот эта фигня вся. Ну и нам дают бонус, тут мелкие задания будут приходить постоянно, так что все нормально. Я, в общем-то, решил, что будем мы работать здесь на технике в большинстве своем, поэтому нам нужно также построить гараж, стоянку точнее для этой техники. И она стоит до хрена на самом деле. Но мы построим малый гараж, он нам понадобится обязательно. Только надо его развернуть. На самом деле, можно было его вот не в этом месте ставить. Ну ладно. Построим парковку, на которую можно впихнуть все. Давайте ее, в принципе, напротив, вот здесь в угол впихнем. Сюда большие, в общем, сюда можно все впихнуть. Давайте увеличим время, чтобы это все дело быстрее строилось. Надо дорожку тоже продлить. Вот так вот. У нас остается 615 тысяч, и давайте закупим какую-нибудь минимальную технику. Для этого нам нужна биржа машин. В общем-то, что нам надо? Для начала, конечно же, нам нужен трактор. Возьмем большой ЭТОС. Тут, разумеется, нет лицензии, даже не надейтесь на это. Это, в общем-то, вот такой вот трактор работает со всеми приблудами. Практически со всеми. Поэтому мы его покупаем. Его придется ставить на парковку 1. Хорошо. Тут 50 тысяч остается. Разумеется, нам нужен плуг, плуг радон и плуг пили. 2 метра и 4 метра. В принципе, разницы особо никакой нету. Кстати, лилия этот работает еще и с садовым трактором. Ну ладно. Давайте большой возьмем, чуть копейки он стоит. Тоже его на парковку пихаем. Культиватор надо взять. Есть маленький, есть большой. Разница в цене тоже не особо большая, поэтому тыдыщ и есть. Далее хреновина нужна для внесения удобрений и... Тара-та-та-та-тан. Вот машина для внесения удобрений. Давайте возьмем разбрасыватель удобрений. Маленький, пока что. Он у нас на покупные удобрения будет рассчитан. Навозы-разбрасыватель возьмем потом, когда у нас будет до хрена навоза. Вот его можно, он маленький, его можно в малый гараж пихнуть. Далее опрыскиватель от всякой фигни тоже нужен. Садовый опрыскиватель маленький и большой опрыскиватель. Стоит у него бы по 20 тысяч. Ну, садовый, я так понимаю, в саду с деревьями может спокойно работать. Тоже в малый гараж давай пихнем. И, в общем-то, на этот момент все. Почву мы сможем без проблем сделать. Далее нам нужно построить дом, в котором будут жить наши работники. Здание для постоянных работников. В принципе, вот маленькая такая вот фигня. Запихуиваем ее сюда. И можно, в принципе, мотать время, дабы оно все строилось. Как только он построится, можно будет нанять работников. Нам пригнали трактор. Да, здесь всю технику вот так вот пригоняют. Это, безусловно, мне нравится. Тем временем нам построили домик. И отлично, у нас, оказывается, даже было задание построить этот дом. Теперь нужно нам трудоустроить работника. Давайте-ка трудоустроить. И нам нужен чувак, который умеет ездить хорошо на технике. Здесь у каждого работника есть какие-то свои умения. Нам нужен тот, кто умеет ездить. Вот Раиса Большакова вполне себе подойдет на эту роль. Отлично. Ну и теперь нам нужно несколько полей. Так как у нас есть техника, то можно, в принципе, и большими полями запариться. Например, вот тут вот одно поле у нас будет. Давайте вот здесь вот какое-нибудь такое побольше сделаем. И можно еще... Сюда я буду всякие здания строить пока что. Давайте вот здесь вот сзади тоже что-нибудь запихнем. Здесь вот водичка мешает. Вот отсюда. Можно вот такое, а можно в эту сторону. Папапапам. Нет, давайте вот эту вот площадь мы займем. Вот такое вот поле у нас будет. Три поля есть пока что. Ну и разумеется, давайте начнем обработку. Сразу же на машинах пополнить автоматически. И, в общем-то, он пошел работать. Раиса пошла. Она выходит из домика, садится в трактор, едет за плугом. И все это красиво выглядит. Я не знаю, мне эта игра нравится. Но у нее очень много нелюбителей, скажем так. Да, кстати, на каждое поле надо поставить растительную систему. Это довольно-таки до хрена стоит. Но я очень не хочу париться с этим самым. С тем, чтобы их поливать самим. Давай, вот это вот поле тоже на машинах автоматически. Ты тысячи работаете. Давай, подруга. На уборочную, конечно же, надо будет брать комбайн и так далее. В общем-то, пока она работает, нам нужно также построить склад и сарай. Где у нас работники? Зачем нам работники? Твою мать. Склад. Маленький склад. Он не такой уж и маленький. Куда его можно запихнуть? Его можно запихнуть вот сюда, разумеется. Самое удобное место. Ставим его сюда и проводим к нему дорожку. В принципе, ее можно дальше даже провести. Тут еще будут дальше здания. Давайте еще вот сюда дорожку проведем. Потому что сюда надо будет поставить тоже какую-нибудь херню. Типа, не знаю, силосного бункера. И да, кстати, надо начать сразу же прокачку чего-нибудь. Здесь очень много всяких курсов, которые наш фермер может проходить. И это будет давать свои плюшки. Давайте с самого простого семинар по трудовому плану. Плану, право. Повышает работоспособность работников на 10%. Продолжительность 3 дня. Всего 500 местных денег стоит это удовольствие. Давайте-ка здесь тоже маленькое поле пихнем. Нет, мы не пихнем. Оно будет слишком маленькое. Ладно. У нас закончился... Закончилась пахота. Хорошо. Давай, вот это поле тоже иди паши. Пополнить автоматически. Давай. Кстати, техника здесь изнашивается. И это может плохо закончиться. Давайте временько побыстрее пихнем. Вот так вот. Пари соседам. Докажи, что ты более быстрый произведи 4 коровьих молока. Я не буду. И можно это, в принципе, даже сразу отклонить в топку. Потому что... Во, все. Отлично. Все вспахано. У нас начало апреля. Давай-ка. А теперь это все надо дело закультивировать. Дышь. Поехала. Пока по одному. Потом уже когда-нибудь разовьемся. И техники будут больше. Курс завершен. Семинар по трудовому праву. Замечательно. Можно, в принципе, подыскать какой-нибудь другой курс. Семинары практикован по складскому хозяйству. Увеличивают вместимость складов на 10%. Мне нравится это дело. Поэтому давай и туда. Продолжаем. Иди паши. Точнее, культивируй. Довольно быстро это все делается. Поля сейчас маленькие. Потом будет развитие. Здесь, короче, можно будет прокачать наш домик. Это стоит 400 тысяч. У нас сейчас, ну, скажем так, нет таких денег. Можно будет поля больше делать. Потом можно его будет прокачать. И вообще будут большие. Культивирование. Давай. Давай, на машинах погнала. Она пока работает. Мы немножко подумаем о животных. Сколько стоит коровник. Коровник пока нам строить рано. Потому что нам нечем будет кормить наших коровок. Хотя, с другой стороны. Ладно. Чуть попозже. Нам нужно сначала все засеять. Нахрен. Давай, на машинах этот тоже сей. Она уже задолбалась, наверное. Тут я ей все говорю. Говорю, все делать. Никого больше нету. Работников больше нету. Да, работникам надо платить зарплату. Поэтому я их сразу много не нанимаю. Во. Все. Это дело. Сейчас нужно будет, кстати, это все дело еще и удобрить. Для этого надо купить удобрение. Давай, искусственное удобрение. Купить 110 килограмм. И ждем, пока их привезут. Кстати, да. Надо будет, в общем-то, ждать. Оп. Отлично. Привезли. Но этого хватит только на это поле. Давай, выбрать искусственное удобрение. На машинах автоматически. У нас все есть. Все разбрасыватели. И опять наша Раиса пошла работать. Это вроде как довольно быстро должно приключиться. И это ты, падла, 110 килограмм потратил. Охренеть. Ладно. То же самое надо сделать и вот с этим. И опять надо его покупать. 140 килограмм на это поле уходит. И можно сразу, кстати, купить не на это поле. 147 килограмм. Оно еще больше. Хорошо. В общем-то, пока вся эта работа делается, можно и затариться семенами. Выбрать, что у нас будет расти. На одном поле у нас должна расти трава. Что замечательно, здесь есть поиск. Поэтому давай семена травы вот сюда вот. Так, нам походу уже привезли, да? Давайте сначала выберем, что будем сюда сажать. Давайте, в принципе, начнем с пшенички. Почему нет? Всегда же с пшеницы начинали. Только мы сейлку не купили, да? Ну и ладно. В общем-то, одно поле у нас будет с пшеничкой. А второе поле... Можно, например, посадить картофель. Нет? Нет, картофель давайте не будем. Давайте кукурузку. Или, я не знаю. Рапс. Давайте рапс канолку. Мы очень любим канолку. 5 килограмм. И сюда перетарабанили. И, в общем-то, давай, едь, удобряй. Это все дело. Мы, по-моему, сейлку, кстати, не купили, да? Так, на машинах пополнить автоматически. Работай, давай. Сейлку мы не покупали. А ну-ка. Сейлки и сажалки. Так, картофель и сажалка отдельно. Садовая сажалка. Это у нас для деревьев идет. Обычная сажалка перец, капуста, бла-бла-бла. А сажалка для зерновых. Сейлка. Точнее, вот нам нужна такая штука. И, увы. Не, у нас есть на нее место. Замечательно. Покупаем. Тем временем закончилось удобрение. Давай. Удобряй. Едь. Удобряй. Все хорошо. А нам пока привезли сейлку. Замечательно. Она, кстати... Да, у нас машина пока занята. Поэтому мы не можем выбрать. Так, работа закончилась, да? Да. Закончилась. Высев травы на машинах автоматически. Отлично. Она может все делать. Шикардос. Давай, иди сей. Замечательно. И теперь другие поля. Так, сюда мы... Куда мы пшеницу, кстати, собирались сеять? Я вот с подзабыл. Давай-ка пшеничку на большое. Нет, недостаточно. Значит, мы сюда рапс хотели. Значит, давай семена рапса на машинах автоматически и т.д. Тут можно и вручную работать. Выйдут тогда человечки с лопатками и будут пахать обычные лопаты, а потом обычными культяпками культивировать, и все будет прикольно. Правда, людей надо дохрена, чтобы это быстро сделалось на таком поле. Но здесь на месяц можно нанять сезонных рабочих, которым заплатил денег, и они будут месяц у тебя в рабстве. Для них, правда, нужно отдельный домик будет строить. Так, тут у нас все засеяно. Замечательно. Ну и давай последнее поле с пшеничкой. Посев, выбираем пшеничку и автоматически так, на машинах, да. И автоматически это все дело пополняем. Тут уже что-то взошло. Через 81 день, в общем-то, рапс у нас созреет. Так, кстати, давайте сразу же затарим всякую хрень от грибка 20 литров. От насекомых 20 литров возьмем. Сразу по большому полю, чтобы оно было. И против сорняков тоже 20 литров. Замечательно. Травка у нас через 35 дней созреет. Ее, кстати, можно будет убрать и потом ничего не делать с ней. Она опять вырастет второй раз. И пшеничка у нас тоже засеяна. Давайте посмотрим. 104 дня она будет дольше всего зреть. То есть в сентябре у нас будет уборка пшеницы. Замечательно. В общем-то, с полями у нас все. Наверное, имеет смысл все-таки заняться коровками. Давайте так и сделаем. Для начала нужно построить коровник. Пока что мы можем только маленький коровник построить, потому что у нас не открыто это все дело. Куда мы его пихнем? Давайте вот сюда мы его и пихнем. Также нам тогда потребуется еще и сарай. Здесь у нас будет сено, солома, сила сохраниться. Блин, а мы проведем там дорогу потом или нет? Он вот так вот должен становиться. Значит проведем. Замечательно. Хорошо. Ко входу. Давайте сразу же это и сделаем. Или не сделаем? Твою мать. Не сделаем. Ну и ладно. Можно тогда будет дорогу провести вот здесь и вот так вот. Раз и два. Отлично. Курс завершен. Замечательно. Сейчас глянем. Куда-нибудь еще отправимся. Также нужна нам силосная яма. Где будет делаться силос? Он находится в перерабатывающих цехах. Стоит всего лишь 2000. Есть у нас какое-нибудь место, куда ее можно пихнуть? Даже сюда не становится. Здесь не станет. Во! Я придумал. Оно замечательно. Станет здесь. Как раз около поля с травой. Только трава будет собираться сначала на склад. Но ничего страшного. Коровник у нас построен. И нам нужно выбрать опекуна. Опекуна соответственно нужно нанять. Поэтому лезем в работников и ищем кого-нибудь, кто у нас дружит с животными. Казимир Дроздов. Неплохой вариант. Четыре у него из пяти по коровкам. Сюда тоже надо будет насилосную яму назначить человека, который будет постоянно этим заниматься. Но так как сейчас у нас ничего не идет, то мы не можем этого сделать. Такс. Выбрать опекуна Казимир Дроздов. Давай. Животное. Всего лишь шесть коровок мы можем здесь хранить. В общем-то давайте купим три коровки. Сверху можно поставить следить за ресурсами, которые у нас будут. Вот коровье молоко мы сюда и поставим, чтобы смотреть сколько у нас этого самого молочка есть. У молочка здесь есть срок годности, поэтому его нужно будет продавать вовремя. Иначе оно испортится, его придется выкинуть. Можно в принципе автопродажу будет поставить, но мне интересно посмотреть сколько это дело будет стоить. Такс, самое главное то, что у них нету жрачки. Надо купить немножко им пожрать. Одно из твоих животных убежало. Вот падла. Куда оно убежало? Их на самом деле тяжело искать. А если карта большая, когда она разрастется, то вообще будет беда. Отлично. Все. Нашли. И это успех. Как это радует-то, а? Грибок на твоем поле. Эвана как? Где? Малое количество корма в постройке для животных. Хорошо. Сейчас разберемся со всем. Давайте против грибка опрыскивать. Против грибка автоматически работай. Им нужна жрачка. Что они жрут? Они жрут все что угодно вот отсюда. Можно в общем-то купить им травки, например. Да, здесь можно просто купить силос и не заниматься им, но это же не интересно. Поэтому давайте-ка на рынок и купи силос. Он, кстати, сейчас дорого стоит. Он говорит, давайте купим 200 литров, я не знаю. Давайте 1000 литров купим. Ладно, он не такой дорогой, 261. И вот сейчас привезут, и они смогут наконец-таки пожрать. Так, дружище, а ты куда пошел? Или ты просто опрыскивать это вручную будешь? Я ж на машине сказал, нет? Да, она с обычным опрыскивателем идет, а? Так ты же 2 часа это будешь делать. Не-не-не, давай-ка прекратить опрыскивание, успокойся. Мы ж купили опрыскиватель. Че ты начинаешь, а? Че началось-то? Прими на работу одного работника. Хорошо, когда-нибудь примем. Опрыскивать и пара-па-па-пум. Средство против грибка на машинах. Во, все, давай, намного быстрее сделаешь на тракторе. Че ты вручную-то? Блин, коровки громко мычат. Видимо, очень сильно хотят жрать. Когда их там покормят-то? У них, кстати, есть свой склад. Вот на складе есть уже 113 литров молока. Сверху почему-то написано 64. Да, и есть навоз. Кстати, надо навоз построить эту самую яму, куда он будет потом складироваться. Вот такая вот накопитель для навоза. Поставим рядом силосная яма его. И, в общем-то, навоз будет относиться туда. А, сверху у нас показывается количество на складе. Все правильно. В общем-то, давайте его продадим. Посмотрим, сколько оно стоит на самом деле. Вот он, 177 литров. Видите, у него срок годности до 0.04-го, 0.06-го. Поэтому надо успевать продавать. 631. Нормальный ценник, в общем-то. С учетом того, что на силос мы потратили меньше. Так что все в порядке. Поставим потом этот самый, чтобы оно продавалось само. Автопродажа. Так, у нас все опрыскалось. И, в общем-то, 13 дней у нас до скоса травы. Замечательно. Осталось подождать эти самые 13 дней. А пока давайте поставим автопродажу молока. У нас еще появилось. И автоторговля. Молоком бесконечно. Пускай продается всегда. Потом мы это выключим. Когда у нас появится завод по переработке молока, будем маслица делать и так далее. Но сейчас этого всего нету. Поэтому пускай так. Ну что это за чел к нам приезжал сюда. Посмотреть на коровок. Ну что? Ладно. 9 дней. Кстати, чем косить траву? Это хороший вопрос. У нас же нет такой приблуды. Во. Косилки и пресс. Косилка. Отлично. Стоит мало. Покупаем. В малый гараж ее. Грабли для волкования. Их на медиум надо ставить. У нас там нету места. И тюкопресс. Тюкопресс давайте купим сразу. Он нам еще понадобится. Кстати, прицеп для тюков потом надо будет брать. Да, надо будет еще гаражи брать. На уборочную. Ничего страшного. Так, жизнь. Хорошо. Да, кстати, прицепы тоже надо будет покупать. Самонагружающийся прицеп XL. Вообще гигантский размер. Он, кстати, бы не помешал нам. Прицеп для ящиков. Это понятно. Прицеп для тюков. Понятно. Слушайте, а прицеп для картофеля или копатель? Не. Меня интересует прицеп для зерна. Комбайны. Это хорошо. Комбайн для сбора винограда. Это тоже хорошо. Косилки, прессы. Бла-бла-бла. Остальные машины. Тоже все понятно. Блин, я что-то не припомню, какой прицеп у нас возил зерно. Ладно, разберемся попозже, когда прям пригорит с этим делом. Тем самым, кстати, созрел у нас урожай. И его нужно собирать на машинах. Пополнить автоматически. Есть косилка. Отлично. Давай, работай. Сейчас мы посмотрим, как это у нас происходит. Вот она берет косилочку и едет на поле. Будет сейчас косить. Так, замечательно. Все покошено. Красота. Теперь это дело нужно собрать. И на машинах у нас нету нужной приблуды. Купить машину нам нужны грабли, которые некуда ставить. Попандос. Не, есть, конечно, вариант, что это сделается вручную. Но это будет долго. Ладно, хорошо. Ставим еще одну стоянку. Обычно вот такую парковку. Она почему-то самая дорогая, что не является прям чем-то логичным. Я думаю, ее можно пихнуть сюда. Вполне нормально она здесь будет смотреться. Пускай далеко, но мы так больше на красоту, короче, это все дело рассчитываем. Давайте сразу соединим ее дорогой. Вот так вот. И... Давай вот так вот. И вот так вот. Отлично. Все, сейчас это дело построится. И купим еще техники. XL пустое место. Хорошо. Давайте пока на паузу, чтобы меньше тупить. Соответственно, нам нужны грабли, которые косилки и прессы, да? Грабли. Купить. Парковка 2 есть. Пресс для тюкования есть. И что нам еще нужен? Прицеп для тюков. Прицеп для тюков. Сено только подходит, да? А что, траву он не тюкует? Для травы, видимо, нужен вот такой вот. Да. Косяк. Ну ладно, 18 тысяч тоже его возьмем. Ё-моё, в чем проблема? 291 тысяча у нас осталось. И... Да, этот сезончик у нас будет скорее в минус, чем в плюс. Главное, чтобы потом мы... У нас санитабельность какая-то была. Остальное пофигу. Привезли нам все это дело, поэтому давай, иди на машинах волкуй. Трыш ты, тыш ты, тыш ты, тыш. И все замечательно. Она пошла. Во, красава. Все сделала. Жалко, нельзя работу вот очередь ставить. Очень сильно не хватает этой функции. Пока не закончится, оно и не получится. Так, хорошо. Работай давай, едь. Все это дело собирай на фуражнике. И потом она отвезет все на склад. И мы тогда, давайте сразу наймем человечка, трудоустроить. Этот чувак у нас должен хорошо шарить в производствах. Например, вот Виктор Савин вполне годится на эту роль. Трудоустроить. И он, в общем-то, будет заниматься у нас все. Замечательно. Пополнили. Он у нас, соответственно, будет заниматься заготовкой силоса. Что у нас тут? В поле 3 рапс. 32 дня осталось. И 57 дней до пшенички. Шикарно. Что у нас тут по навозу? 156 килограмм. Срок годности до 2032 года. Вот так вот. Тем временем, кстати, у нас уже дохренища молочка есть. 409 и оно продается само? У него срок годности подходит к концу уже. Но ладно, оно должно продаваться само на самом деле. Я думаю, приедет машинка все соберет. Да, продалось. 410 пришли нам денежки. Шикарно. Грибок на нашем поле. Окей. Я тебя понял. Давай-ка польем это все дело. Только нам не хватит, да? Надо еще купить. Хорошо. Покупаем. Давайте ждем, пока привезет. Должно довольно-таки быстро произойти. Я думаю. Я надеюсь. Да. Привезли. И... Та-та-та-та-та-та-тан. Выбрать против грибка. На машинах автоматически работой. Погнала. Тем временем, что у нас по силосу? Трава, сечка, солома. А сколько мы, кстати, травы собрали? Травы собрали 4 тонны. Так что все нормально. Трава есть. Единственное, я не помню, надо ли обязательно разрешить использование травы. Ну, давайте поставим галочку здесь. Я что-то запамятовал уже, как это работает. Да. Надо было поставить галочку. Он пошел за травой. Сейчас он ее сюда высыпет. Он бежит. И вот. Будет у нас здесь силос. И будет что жрать нашим коровкам. Шикарно. Так. На уборку нам нужно будет, кстати, еще взять комбайн и прицепчик. Можно, кстати, запариться с этим заранее. Комбайн. Комбайн корморезка. Давай, вот этот комбайн у нас все это дело возит. Все замечательно. 300 косарей. Твою мать. 300 косарей. А у нас только нету. Вот это попандос, конечно. И мы, кстати, не можем брать кредит, потому что нам надо пройти курс по банковской какой-то фигне, да? Уменьшает счета по управлению производством. Барабабабабум. Взять ссуду. Семинар практику по проведению переговоров. Семинар практику по банковскому делу надо пройти. Твою мать. Где у нас тут переговоры, переговоры, пари? Барабабам. Вот, 20 дней. Хорошо. Погнали на этот курс. Блин, ну вручную убирать такое себе удовольствие. Хотя можно поставить будет домик, и они вручную уберут. Так, у нас вредители на поле. У нас есть опрыскиватель против них. И даже есть уже куплена вот эта вот хреновина. Так что давай пополнить автоматически. Хорошо. Она это все сделает. Так, видимо у нас первая уборка будет без комбайна. Ну, ну и ладно. Значит, наймем рабочих на конец сезона. Они нам все сделают. Да, кстати, против всей этой фигни опрыскивать можно и заранее. Тогда точно ничего страшного не произойдет. А можно потом по факту просто избавляться от них. Ну, я разумеется, это все дело всегда по факту делаю. Что у нас тут? Еда. А, кстати, коровки и траву тоже живут. Поэтому если силы нету, то травы у нас до хрена. 11 дней до того, как трава созреет. И 11 дней до того, как рапс. Хорошо. Видимо нам придется нанимать сезонных рабочих. Давайте-ка построим для них дом. Жилые дома для сезонных работников. Этот домик чуть-чуть побольше размером. Ну и вмещает он в себя намного больше людей. Для постоянных рабочих домик вмещает в себя всего 8 человек. Это, по-моему, по 30. Пускай, в общем-то, строится. Потому что надо будет нанять хотя бы человек 15 на уборку этих полей. Так, привезли стройматериалы. Замечательно. Сейчас все это дело по-быстрому построится. Оп. Отлично. Домик есть. Трудоустроить. Да, 24 человека можно. Хорошо. Так, нам тут все предлагают всякую фигню. Вырастить 4 коровы. Да, кстати, коровки размножаются. Нужно будет вызывать ассимилизатора. Он за деньги будет приезжать. И у нас будут расти коровки. Так, а он на склад потащил силос. Он силоса, кстати, 1960. 1960. Это немало. Хорошо. Так, что у нас? Тут 6 дней и 6 дней. Хорошо. Ждем. А, кстати, про что я забыл. Это про то, что вот эту хреновину всю тоже надо где-то хранить. И для этого нужно силосный бункер. Который находится на складах. В принципе, можно маленький. Что-то тут 66 тысяч вместимость. А можно и средний. Давайте средний. Пофиг. Куда его впихнуть можно? О, сюда его можно впихнуть. Отлично. Отлично он сюда влазит. Навоза 295 килограмм. Кстати, а сколько стоит опа? А, мы пока не знаем. Ну и ладно. Посмотреть, сколько навоза нужно на одно поле. Мне кажется, на самом деле дохрена. И этого вообще не хватит. Тем временем созрела травка. Поэтому давай. Ту-ту-ту-ту-ту. Не то нажал. Удаление поля. Давай собирай траву. На машине едь коси. И созрел у нас рапс. Поэтому давайте наймем 15 рабочих. Именно сезонных. Умение работы в сезоне влияет на количество урожая. Давайте тогда побольше каких-нибудь лучше. Хотя нет денег. Ладно, пофигу. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Или в десятером они справятся? На самом деле денег жалко. Ладно, они в десятером справятся. Давай собирать урожай вручную. Вот они наши. Работай. Так, ну что вы там выходите? Во. Ну, выходят и будут косилками обычными косить этот рапс. Вот так вот, как в старые добрые времена. Давайте ставим время побольше, побыстрее. Не знаю, сколько им понадобится времени. Ну, здесь человек вроде должен исправиться относительно быстро. Кстати, что у нас по поводу пшенички? 23 дня осталось. Ну, вот они как раз успеют убрать вот это поле и убрать пшеничку. А потом они нам и не нужны будут. Они уедут отдыхать. Все остальное мы уже техникой сделаем. Курс завершен. Семинар практик по приведению переговоров. Отлично. Можно какой-нибудь другой пройти. Твои животные готовы к телу. Отлично. Хорошо. Сейчас мы к ним перейдем. Что там нам надо было? Переговоры и банковское дело, да? Вот. 2014 дней. Отлично. Хорошо. И что у нас тут? Готовы наши коровки, поэтому мы можем... Вот. Вызови ассиминатора. 1820. Отлично. В общем-то, приедет у нас станет 4 или 5 коровок. Там каждый раз по-разному. Работники, кстати, да, устают периодически. У каждого есть выносливость. Не знаю, как у сезонных, но у наших работников там есть, и некоторым можно это дело даже прокачивать. Ну и это зависит от того, сколько он может подряд работать. Без отдыха. Так, а мы пока займемся вот нашим полем с травкой, потому что это все дело нужно заволковать. Работай. Давай. Задание завершилось неудачей, превышенный его срок. Я даже не обращал внимания, что там нам надо сделать. Вот вырастить 4 коровы, видимо, да, у нас одна коровка появилась. Не, у нас 2 коровки появилось. А что это здесь на четверть его выполнено? Я думаю, одну коровку можно, кстати, продать. Их надо поддерживать в районе 6, потому что они тогда не смогут размножаться. А размножение коровок это тоже прибыль. Хотя, с другой стороны, больше коровок, больше молочка дают. Да, что-то в этом есть, надо будет подумать, что сделать. Мне вот что-то хочется вот в эту между дорожкой и границей нашей фермы впихнуть какое-нибудь поле. Но на следующий сезон уже сделаем. Или можно, кстати, тепличек здесь будет бахнуть. Теплички это ежегодный доход, точнее, круглогодичный. О, пацаны, кстати, убрали поле. Но пока еще работа считается незавершенной. Они должны вернуться. Эй, во-во-во, куда вы поперли-то? А, они это будут все собирать. Если уборка урожая вручную стоит, они всю солому тоже будут волковать, потом уносить граблями обычными. Да, это же не минутное дело, в общем-то. Длительный процесс. Курьер не смог найти работника Ириной Абрамов. Доставь эту посылку. Хорошо, не вопрос. Нажимаем паузу, и вот он подсвеченный. Доставить посылку. Из-за этого, кстати, дали немного денег. Мы тогда включаем время, продолжаем. Что у нас там по навозику? 403 килограмма, хорошо. Ну, эти ребята уже почти закончили. И неплохо у нас середина лета. Конец уже, август, кстати. Хорошо, сколько там пшеничка? 8 дней. Вот они, думаю, за 8 дней сейчас уберут поле рапсом полностью. Сколько у нас рапса здесь показывается? Ничего не показывается. Лето потом появится. Сарай тоже нету, и на складе тоже нету. Да, видимо, они его еще не собрали. Тем самым совершен курс по банковскому делу. Хорошо, потом подумаем, что дальше будем проходить. Я так понимаю, можем взять ссуду, да? Да, можем взять кредит, если что. Хорошо, пускай будет возможность ее взять. И мы ей не воспользуемся, чем если нам это все дело понадобится. И мы не сможем этого сделать. О, вышли он с пакетами, походу, да? С мешками солому собирают мешки. Вот так вот вручную это все дело работает. Да. Кстати, что у нас там по рапсу? Я видел, они сюда его относили. 2 тонны собрали. Хорошо. Все у нас вместимые 220 тысяч. Тут, кстати, все в килограммах. Они в литрах, как в нашей любимой ферме. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, в литрах правильнее. Хотя, КЗ. Так, соломку они собирают. Относят на склад. Здесь появляется солома вон. Хорошо. Солома тоже понадобится. Коровы вроде ее тоже жрут. Наверное. Надо посмотреть. Они жрут солому. Сила с трава. Рапс. Рапс мы отсюда убираем. Нет. Ну и ладно, пускай жрут. Мы его сейчас один хрен продадим. Сколько у нас тут его? 2 тонны. Отлично. Можно, в принципе, его сразу же и продать. Давай. Все. Блин, 2000 всего. Кошмар. Мы все это делали ради 2000. Хорошо. Ладно, продаем. И у нас закончилась здесь работа полностью. Поэтому можем переходить на уборку второго поля. Вручную. Погнали, пацаны. И девчата. А у нас пока забрали наш рапсик. Надо здесь деревья посадить, мне кажется. Да? Давайте спашем это все дело. У нас же рапс это не многолетнее растение, правильно? Все. Оно собрано. Давай, иди поши, короче. Ааа. Да. Мы туда поставили работать того, кто у нас на тракторе катается. Ладно. Я вообще, наверное, деревья. Давайте груши сюда засадим какие-нибудь. Или еще что-нибудь. Так, кстати, здесь есть вон свободная камера. Можно за всеми наблюдать. Вообще, как хочешь. Чуть ли не ходить по своей ферме. Блин, это на самом деле прикольно. Да, много багов. Но таких принципиальных, которые меня бы сильно бесили, нету. Да, видите, сила вот у них заканчивается абсолютно у всех по-разному. Кто-то отдыхает. В общем-то, разные такие. Жалко вот нельзя снять одного человека с работы отсюда. Надо полностью ее прекращать и переназначать. Это большой косяк. Что у нас там, кстати, с травкой? Еще в этом сезоне успеем собрать? А, ее надо, я забыл ее собрать. Е-мое, не уследил. Ладно, давай, Раиска. Ждем, пока вы все уберете-то ручками. Да, кстати, тут довольно прикольно сделано. Например, садовая сажалка четырехрядная, которая идет. На нее нужно там четыре человека, которые сидят на самой сажалке. И тракторист, который едет, и четыре человека сажает. То есть, нужны люди. По мне, это прикольно. Так, все, все скосили. Теперь они, видимо, будут это все дело волковать. В общем-то, ждем. Я, кстати, вот еще обратил внимание. Они относят по 100 килограмм в этих мешках. То есть, каждый поднимает по центнеру. Нормальные, сильные у нас работники. Так, давайте пока наша пшеничка не пошла на корм коровка. Мы ее тоже продадим. Ее тоже около двух кубов. И тратататан, еще два косаря. Да, не то, чтобы прям много. Ну ладно. Так, тем временем у нас закончилась работа. Это хорошо прям. Освободилась наша трактористка Раиса. Давай, иди на машинке, собирай это все дело. И раз у нас есть рабочие, то почему бы их не поэксплуатировать? Поэтому пускай идут ручками пахать. Так, вручную я сказал. Работай. Во, пацаны, короче, выходят и обычными лопатами. И все нормально у них. Не выпендриваются. Все прекрасно. Но, разумеется, делать они это будут относительно долго. Ну и ничего страшного. Ну а Раиску нашу отправим в пшеничку. В общем-то, тоже пускай там попашет на машинке. Погналась, подруга. Мне что-то кажется, что она это намного быстрее сделает, чем они вручную. Твои животные готовы к телу. Окей. Давайте тогда сделаем, чтобы у нас их было чуть больше. Вызываем ассиминатора. Ну как-то прям намного быстрее получается на тракторе-то. Сорняки на моем поле. Какого хрена сорняки? Блин, трава ж это и есть сорняки. Где у нас против сорняков? Вот оно. На машинах. Давай. Иди опрыскивай тогда. Я так понимаю, траву мы еще успеем. Ээээ, в этом. Да, мы сейчас не можем посмотреть. Но вообще траву мы успеем собрать еще разочек. Произведя овечье молоко. Мы, конечно же, не будем этого делать. У нас нет овец. Обычно по максимуму любого работника мы этого тоже, наверное, делать пока не будем. Хотя, ладно, пофигу. Что у нас там с травкой? 27 дней. Да, мы успеем еще в этом сезоне ее один раз покосить. Это хорошо. Но ты пока давай иди. А, кстати, сколько тут по навозу? Нам нужно угабрений. Навоз. А этого хватит на поле. Прекрасно. Отлично. У нас нету навоза разбрасывателя, но и бог с ним. Пускай собирается. Ладно, друзья. В общем-то, вот этот сезон, первая такая пилотная серия, подходит к концу. Пишите ваши комментарии. Не забывайте про лосики. Рассказывайте о канале друзьям. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Фарминг-симулятор никуда не уходит. Не переживайте. Просто немножко разбавим. Может быть, раз в недельку будут серии вот по этой замечательной игрулечке. На этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok